привет друзья вы находитесь на канале айхаус термоплюс с вами олег кузьмичев и сегодня я вам расскажу с какими проблемами могут столкнуться будущие потенциальные хозяева монолитного дома и так поехали не отключаемся теперь я вам покажу как звенит штукатурка это у нас внутри помещения сделано смотрим звук слышите а теперь слушаем звук здесь я думаю понятно вот тут такие две большие карты вообще про инженерку я уже много раз рассказывал если не заложить инженерные коммуникации в тело бетона то в дальнейшем будут проблемы по прокладке этих инженерных коммуникаций здесь они все заложены вот даже пенопласт остался здесь будет будущий выключатель разумеется с инженеркой все эти вопросы решаются до того момента как заказчик въедет уже в сданный в эксплуатацию дом но со штукатурками примерно где-то 90 процентов заказчиков любит видеть после снятия палки идеально ровные гладкие блестящие как стекло стены да это какой-то эффект придает конструкции здания но это также и большой минус так как адгезия штукатурок к бетонным поверхностям она практически никакая проблемы начинаются с того момента когда заказчики начинают искать штукатур of штукатуры некоторые слыша что там монолитные стены отказываются кто-то приходит на объект смотрит предлагает какие-то свои решения и эти решения далеко могут не подходить для конструктива монолитного дома и решение предлагают разнообразные сначала начнем с того что здесь должна быть гипсовая штукатурка объясняю почему бетон сам по себе не гигроскопичный материал и если мы сюда нанесем цементно-песчаную штукатурку то у нас будет постоянно пересушенный воздух если мы нанесем сюда гипсовую штукатурку то тогда у нас этот материал как известь он гигроскопичный он отвечает за микроклимат по влажности у нас много этих видео уже на нашем канале есть можете найти посмотреть так что что предлагают основное предложение всех штукатуров берем покупаем сетку дальше прибиваем грибами и закидываем штукатуркой даже гипсовые вот видите вот такие срезанные шпильки после опалубки вот их надо обязательно закрашивать мы проходим в два слоя черным а когда уже штукатурим перед финишем проходим еще раз белым просто из баллончика прыскаем для чего вот если вот этот металл остается в гипсовой штукатурке то у нас она вся зацветет вот и все такая происходит реакция именно гипсовых штукатурок с черными металлами оцинковку поставите она долго возможно не проработает и через какое-то время вся стена будет в решето в ржавчине то есть основная причина почему мы гипсовой штукатуркой штукатуре внутренней поверхности кроме санузлов разумеется там рабочих поверхностей кухон это микроклимат по влажности но опять же если мы будем штукатурить то у нас это более плотный материал вот смотрите какой он плотный штукатурки они более рыхлые и у нас частично идет шумоизоляция и также эхо уменьшается разумеется основной их уменьшается только тогда когда мы поставим мебель теперь обратим внимание вот на эту стену почему я уделяю очень много внимания сегодня теме штукатурок потому что она здесь отслаивается мы приехал делать утепление фасада и получается что здесь мы переделаем еще работу теперь я вам покажу как звенит штукатурка это у нас внутри помещения сделано смотрим звук слышите а теперь слушаем звук здесь я думаю понятно и вот представьте здесь отделка будет и это все грубо говоря сдуется здесь нормально здесь нормально здесь нормально здесь нормально вот вот сейчас будем проверять на фасаде то же самое все звенит тоже до ветер какой сильный ну да слышно ее а вот за этой здесь ну здесь вот нормальный звук то есть здесь практически два квадратных метра звенит звенит черти прямо по шву идет ты маяк оставь это оставь или ты его будешь демонтировать тоже звенит то есть стены у нас подготовлены под теплоизоляцию мы вот всегда делаем именно такой же штукатуркой работаем но проблем у нас в этом нету здесь какая-то проблема адгезе вот у этой штукатурки во много раз лучше чем у гипса у гипса еще раз повторяю там очень много проблем очень много проблем тоже все там дальше уже нормально вот тоже пустота на улице сколько пыли вот представляете в отделанном помещении и вот это все аккуратненько вырезать сколько грязи и пыли давай 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 извините за звук немножко он хуже сейчас будет вот смотрите мы еще второй этаж не проверяли только первый с той стороны практически то же самое ну поменьше половина данная площадь что как как летела штукатурка классная здесь используется хорошая качественная с армирующими полокнами и вот даже сейчас мы будем выдавать пыль я вам покажу внимательно смотрите вы увидите все вот видели вот в этом месте частица держится это армирующие волокна вот нужно видеть но она вот тоже отлетела друзья извините за качество звука у соседей музыка там играет вчера мы вот это все исправили закончили заказчику это все обошлось фактически бесплатно потому что они оставалась штукатурка штукатурка всегда на остатках остается ее в 00 не используешь и ребята так как у нас прошлом году ребята здесь работали отзывались они как сарафанное радио передают другим что человек очень относится с большим уважением к людям они решили сделать ему подарок сделали все это бесплатно так что так заказчик даже не успел расстроиться потому что надо об этом узнал только вчера когда я начал проверить стены хорошо это на на этом этапе все отвалилось если отвалится особенно внутрянкой на этапе когда вы уже будете жить через год через два через пять вот это будет могу сказать полнейшая задница особенно если на потолках этот слой не произойдет так что так друзья а теперь покажу вам про один бред который в интернете распространяют вот берем вот видите острый край арматуры говорят это молочком мойкой высокого давления можно и все будет нормально еще второй вариант надо нарушать процесс гидротации бетона это очень важный процесс снимать опалку там чуть ли не через 10 часов и мойкой зашкуривать это все химические процессы в бетоне они происходят несколько дней откройте гидротации бетона в интернете и вы все сами поймете что вас ожидает снятие раньше времени опалки нарушает именно именно кристаллизацию бетона процесс гидротации превращает из одного состояния нашу смесь в другое если она нарушается то марка бетона может быть двести сто пятьдесят и так далее но самое важное еще что нарушается процесс если не заканчивается то по сути у нас незаконченная реакция я у нас из бетона выходит определенные какие-то щелчки я в это вникать сильно не буду но я вам просто предупреждаю и эти щелчки когда выходят на поверхность гипсовая штукатурка цементная штукатурка она может также отвалиться так что вот эти мифы моечкой помыть это всего лишь мифы для чего мы применяем мойку высокого давления чтобы наши стены отмыть от пыли и грязи больше не для чего для чего используется грунтовка чтобы эту пыль прибить мы это достигаем мойкой высокого давления по крайней мере снаружи это возможно далее как работает грунтовка грунтовка создает пленку и от кези становится к этой поверхности еще хуже если есть возможность помыть снаружи стены то лучше мыть мойка высокого давления второе свойство грунтовки если у нас кирпичная кладка она создает эту пленку и из нашей штукатурки не уходит влага именно в кирпичную кладку потому что быстрый уход влаги тоже грозит потрескиванию и отслоению друзья хорошо что эта вся история закончилась так с наименьшими потерями несколько мешков цементной штукатурки и все если вы строите себе монолитный дом то надо обязательно думать чтобы у вас в дальнейшем была хорошая адгезия штукатурок бетона если это случится через пять через десять лет у вас какое-то отслоение не на этапе именно отделки то это будет конечно очень печально для хорошей адгезии штукатурок что делаете если у нас бетон подними к вверх если у нас бетон вот такой гладкий надо проходить просто чашкой чашечкой прошли с чашкой зимой когда ветреная погода шлифанули его весь и тогда будет все нормально так что я показал эту историю чтобы развеять миф что к монолитному железобетону все вот прямо само прилипает итак всем пока до новых встреч с вами был олег кузьмичев подписывайтесь на наш телеграм-канал ссылка в описании под видео подписывайтесь на наш канал в ютюбе и на канал яндекс.зен ссылки все в описании под видео подписывайтесь на наш канал